Кадыровским террористам стоит задуматься над своим путем. Да, их путь, носящий название «путь Ахмата Кадырова», на самом деле не имеет четкой идеологии и верных сторонников, за исключением отдельных личностей с задержками в развитии, но все же, если рассматривать его постулаты, то возникают определенные мысли. Ахмад Кадыров объявлен «спасителем народа» и основателем пути Кадыровцы кричат «Ахмад Сила». И даже нападение на Украину у кадыровских рабов – это «Ахмад Сила». Но это неправильно, потому что. Первое. Ахмад Кадыров не может считаться «спасителем чеченского народа» и основателем пути, когда есть Путин. Именно Путин начал этот путь, попутно уничтожив 300 тысяч чеченцев, включая женщин и детей. Именно он соблазнил Ахмата Кадырова деньгами и властью в обмен на публичный акт предательства. Именно Путин является тем, кто позволил перетягивать и остальных членов сопротивления на сторону России. Именно Путин определил, какой ислам является разрешенным, а какой является запрещенным. Если бы Путин не одобрил, то не было бы в оккупированной Чечне лояльного к оккупантам суфизма. Именно Путин начал строить сегодняшний облик оккупированной Чечни, а Кадыровы – это просто его марионетки. 2. Поняв, что с Рамзаном Кадыровым сработаться будет легче, чем с обладающим каким-то опытом и знаниями Ахматом Кадыровым, Путин устранил отца и поставил вместо него сына. Да, закомплексованного и умственно отсталого труса, не имеющего даже капли уважения в чеченском обществе, но ему нужна была лишь комфортная марионетка. Путин может считаться отцом Рамзана, а не Ахмат. И вся заслуга в уничтожении сопротивления и строительстве «Новой Чечни» лежит исключительно на Путине, а не на Кадырове. У Путина было достаточно других вариантов развития оккупированной Чечни, ведь он мог выбрать Ямадаевых, Алхановых и других. В общем, выбор был, но сделал его Путин в пользу Рамзана Кадырова. Не будь силовой поддержки Путина, а также международных переговоров по невмешательству в геноцид чеченского народа и изоляции самой Чечни и ее лидеров, Кадыров бы даже из своего дома выйти не смог бы, не то, что к власти прийти и зачистить что-то. Не будь финансовых вливаний Путина, Кадыров бы даже сережки медни купить не смог бы, не то, чтобы отстроить Грозный, ведь Кадыров был голодьбой и пустым место без Путина, которого даже не знал никто. Третье. Нападение на Украину замыслил и организовал Путин, Кадыров лишь пешка, пехотинец Путина, до которого довели его приказ. Кадыровская пропаганда заявляет, что война с Украиной – это «джихад» против сатанистов и врагов ислама. Точно так же они заявляли по поводу войны в Чечне, говоря, что Путин борется с хавариджами, а не с мусульманами, воюющими за свою религию и свободу. Точно такая же позиция у них по Сирии и по любому другому вопросу. Именно Путин определял, кто «хаваридж», а кто «настоящий мусульманин». Из всего этого следует вывод, что Путин не только является основателем и главным лицом пути Ахмата Путина, но и «защитником Корана», «сунны» и мусульман. Именно он должен носить этот титул, если следовать логике кадыровцев, а не кадыров. Кадыров – это просто пехотинец Путина, который выполняет его приказы, в Чечне, Сирии, Украине, где угодно. А Путин – это главный «джихадист», который провел два «джихада», а сейчас ведет третий. Все заслуги Путина, а не кадырова. Даже свою личную армию кадыров создал с разрешением, помощью и поддержкой Путина. Путин достал кадырова со дна пищевой цепочки и сделал из него то, что он из себя представляет сегодня. По итогу получается, что нет никакого пути Ахмата, ведь Ахмат и Рамзан Кадыров – это ничтожество по сравнению с Путиным, они были лишь его пешками и делали то, что он говорил или позволял. Также нужно убрать кричалку «Ахмат сила», ведь она не соответствует действительности. Кадыровцы должны кричать «Путин сила». Путин – это хозяин их хозяина, родоначальник и предводитель их пути, а также тот, кто посадил на бомбу Ахмата. Путин также тот, кто может одним приказом отправить по знакомому маршруту и самого Рамзана. Путин – вот ваша сила, а не его пешка Ахмат. Мы с нетерпением ждем ребрендинга.